Правый руль Москва. Кейкары из Японии в наличии в Москве. Ссылка в описании. Эксклюзивный, индивидуальный в своем классе кейкар на максимальнейшие начинки. С 17-го года турбированная версия передний привод Daihatsu Cast Sport. Продолжение следует... Продолжение следует... Цвета черный перламутр. Кто-то говорит, что он синий, кто-то говорит, что он отдает в синий оттенок, в фиолетовый. В общем, такой цвет хамелеон. Точнее, наверное, цвет под каждый глаз индивидуальный. Я бы сказал, что это черный перламутровый металлик. Вот примерно как-то так. Трехслойка, между прочим. Большая редкость. Есть черно-глянцевый, есть трехслойный. Данный вариант у нас поинтереснее. Смотрим. Крутая круглая оптика. Вокруг есть очки. Деленая линза. Это уже LED-оптика. Также LED-туманочки. Кром вставками. Диодные ходовые огни. Заметьте, красную полосу. Пронзающий бампер. Это тоже такие мелкие черты индивидуального дизайна непосредственно комплектации Sport. Фальш-решетка радиатора окутана хромированным по ободкам. Видим вот такую штучку. Это датчик при столкновении. Там что-то еще связано с полосой. Датчики на лобовом стекле. Или под лобовым стеклом. 16-е литье на низкопрофильной резине. Это оригинальный размер от Daihatsu непосредственно этой комплектации. Поворотники в крыльях вот так вот обвели, как у Wake. Помните, да? Такой же хромированной плашкой. Ветровики. Хромированные ручки. Бесключевой доступ. Также сзади хромированная ручка. Вот это вот на самом деле дизайнерское решение. Тут есть кусочек пластиковые накладочки. Я так понимаю, это такое типа скрытое крыло. Наверное, что-то. Я не знаю даже, как это объяснить. Вот так выглядит автомобиль сзади. Смотрите. Внизу у нас есть красные полосы. Ну, типа, так скажем, Sport Edition. Все дела. Прямо все супер. Но заметьте еще, кстати, хромированные вставки, опоясывающие автомобиль по кругу. Вот здесь. Смотрите, N1. В боксе малочке тоже была такая штучка. И на, по-моему, на слэше тоже есть такой хромированный пояс, так скажем. Смотрите, задняя оптика, она более чем интересная. Восьмиугольник в восьмиугольниках. Такое типа 3D. Пятая дверь, кстати, пластик. Пятая дверь пластика. Передняя крылья тоже пластиковая. Повторитель стоп-сигналов. Спойлер. Да, здесь даже есть спойлер. Ну, я так понимаю, турбина может раскручиваться настолько сильно, что спойлер должен просто придавливать автомобиль к земле. Сзади есть сонары. Вот это, между прочим, задний ход, если я не ошибаюсь. А, смотрите, какая крутая задняя фара. Вот это вот поворотник, а это, видимо, подсветка заднего хода. Кстати, заметьте, сзади логотип Daihatsu сохранился классическим. Изменилось только спереди. Я так понимаю, это все в зависимости от Чунинга Катерине, да? Шлют это такое. Зачем этот бортик сделали? Что-то типа выда... А, может быть, там что-то внутри? Ну, так посмотрим. Может, там airbag просто спрятали? Зачем? Зачем вот это вот делать? Выступ такой. В общем, одна странность в дизайне. И еще второе. Как говорится, дверь обыкновенная. Вот это вот зачем? В тройке или в копейке были такие форточки, которые как-то открыл, там поправил себе, значит, зеркало. Открываем. Очень приятная, здоровая хромированная ручка, бесключевой доступ. Все дела. На ветвяхах тоже каст, прям все как положено. Черный салон с красной прострочкой. Какая красота. Вы обратите внимание. Давайте все по очереди. Диверь у нас из... Ух, ух, ух. Вы представляете, что наконец-то почувствовала эта рука. Это кожаная вставка на двери. Это прям... Запишите этот день на клин... Товарищи, свершилось. Пропал саморез. А так, конечно, это все те же 4 электростеклоподъемника и регулировка зеркал. Хотел сказать, по высоте. Ну, в общем, регулировка зеркал заднего вида, да? Заметьте крутейший кожаный руль Мому с управлением мультимедиа на руле. Вывернул, чтобы фоточку сделать. Кожаные сидения. Смотрите, они тоже необыкновенные. В принципе, если посмотреть мувик на 6-го поколения, там будет примерно те же самые сидушки, да? Или сидения. Сидения, да? Будет правильно сказать так. Но здесь, смотрите, они целиком обшиты кожей. Целиком обшиты кожей. С красной прострочкой. И вот есть элемент ткани. Ну, так сказать, чтобы попа не потела, не кусали комары. Хромированный подлокотник. Целиком и полностью обшит кожей подлокотник. Имеет в себе бардачок, скрытую такую полость. Посмотрите, какая красота. Ну, действительно, да? Ну, согласитесь, ну, красота. Давайте сразу заведем автомобиль, а то больно тихо стало. Выпрямим руль. Посмотрим на табло приборов. По левую сторону тахометр, справа спидометр, слева по центру у нас есть электронное табло. То есть пробег. На данном спидометре написано 79,554. Время, даже есть время. Между прочим, это немаловажно. Есть отдельные бегунки, это время регулировать. Передача, топливо, температура, что-то типа там еще какие-то показатели расход топлива там на километры, на литры и так далее. 0,20,40,60. Смотрите, допустим, 0,10,20,30,40. Типа я не знаю, зачем это сделано, но чтобы, наверное, ты видел, как быстро ты набираешь десятки километров в час. Турбированный версия, что вы хотели. Смотрите, какая крутейшая панель или крутейшее исполнение. Красные элементы добавлены, я так понимаю, это и есть такие фишки типа тюнинг от Илья добавил. Это такой матовый, хромированный какой-то, я не знаю, как передать этот цвет, это как будто матово-красный пластик, но с другой стороны это как будто хром матово-красный. Это на взгляд так бросается. И когда ты сидишь просто на водительском сидении и смотришь в этот карман, такое ощущение, как будто, собственно говоря, карман этого и нет. Потому что такая, типа, иллюзия. Иллюзия, интересно. Раз так руку туда, да, можно класть телефон и всякие мелочи. Конечно, это будет все греметь, но тем не менее, полость есть. Также здесь небольшая ниша полочка, значит, дефлектора у нас также красненьким вот этим пластиком отделаны, обделаны, наверное, обделаны они вот так вот. Собственно говоря, смотрится очень круто. Просто интеграция вот этих вот мелких молочей от этого тюнинг-ателье смотрится очень лаконично, круто, здорово, интересно, необычно вообще, во всяком случае. Также мы смотрим, левая дверь у нас также имеет электростеклоподъемник, кожаную вставку, хром, ручку, подстаканники у нас есть, выкатываются, бардачок, соответственно, климат-контроль, КПП, обшиток кожей, это понятно, да, аварийная тема. Если машина не работает, кнопочку зажимаем, на N переводим, на нейтралочку и закатываем ее куда-нибудь, допустим, на эвакуатор. Поднимаемся выше, аварийка, две дуйки, это серый пластик, сделанный под хром, и магнитола. Магнитоле вообще можно сделать отдельный, отдельный такой комплимент, так как это максимальная начинка, естественно, здесь должен быть отличный звук. Соответственно, он здесь есть, сразу не отходя от кассы, можно будет посмотреть камеру заднего хода, она также здесь есть. Вот эта вот торпеда, на самом деле, она целиком другая, вообще вся переработанная, и тут-то даже ломили дефлекторы, по-моему, другие, хотя вот, очень даже похоже на мувика. Иными словами, очень много элементов перешло от Daihatsu Move, то есть, ну, они друг в друга интегрируют, видимо, свои, так сказать, дизайнерские решения. Также мы видим левый и правый подогрев передних сидений, руль регулируется по высоте, запуск двигателя данного красавца осуществляется с кнопки, вокруг кнопки запуска двигателя находится даже хром-кольцо, датчик пристолкновения, анти-юз, ай-стоп, автосвет, тут еще и туманочки, же все дела, еще подрулевые лепестки, светлый потолок, солнцезащитный козырек с зеркальцем очешник, это очень немаловажно. Освещение есть, и, соответственно, водительский козырек тоже с зеркальцем. Пассажирский отсек, открываем. Также кожаная вставка, электростеклоподъемник под бутылочку, низшая, коврик, интересный полосатый, серо-черный, заднее рассадение, также кожаный, обшит красной прострочкой, подголовники, кожа, красная прострочка. Ну, знаете, вот эти все детали очень круто смотрятся. Вот такой вот багажник. Также сидушки складываются вперед, причем они еще должны и кататься. Также сиденье можно подвинуть максимально вперед. Я, между прочим, впервые вижу вот такой вот вылет прям. В общем, можно подвинуть сиденье вперед, увеличить багажник и так далее. Внизу, смотрим, есть ниша, погреб сюда тоже можно что-то класть, ремкомплект, жижа, компрессор, баллонник, домкрат, подкалпоточка. Такая здоровая плита для кейкара. Турбо интеркулер. Ну, кстати говоря, интеркулер, вот он самый есть. Коротко о главном, точнее, о подкапотном. Здесь стоит движок маркировки KF, то есть от фирмы Toyota. Он турбированный, 64 лошадиные силы, 3 цилиндра, цепной, верхний уровень масла 2,9. Что еще можно сказать? По идее, все, что нужно знать о нем, только вот эту информацию. Турбо-версия, ну, просто он стреляет круче, то есть добавляется крутящий момент. Грубо говоря, было 52 лошадиные силы, стало 64, но по крутящему моменту в два раза. Ну и, соответственно, если присмотреться, то видно, что эта машина, ну, буквально как с завода. Я предлагаю еще поднять его и посмотреть состояние днища, чтобы вы примерно понимали, какие автомобили приезжают из Японии. Ну, точнее, какие привозим мы. Какие примерно можно сделать выводы? Это дорогая, очень красивая игрушка со своим внушительным, агрессивным характером. То есть этот автомобиль можно брать только для души. Это не основное средство для передвижения, это не средство для выживания, не средство для экономии. Это средство для того, чтобы выделиться из серой массы, чтобы у вас во владении было что-то эксклюзивное и индивидуальное и так из среды эксклюзивов. Много ли кейкоров катается по Москве? Много, но я думаю, на порядок меньше, чем с Альресов. А это мало того, что индивидуальная тема среди транспортного средства, так еще и эксклюзивная. То есть, если вы хотите сказать, что такая есть только у меня и у Джеки Чана, этот вариант для вас. Всем доброго времени суточек. Вот подняли машиночку вам, чтобы посмотрели вы донышко. что хочу просто вкратце, пока вы просматриваете донышко. Давайте пройдемся, так скажу вам. Ну, знаете, мое мнение, так скажем, заключение. Технической части эта машина безупречна в плане того, что это динамика. Да, конечно, эта машина совсем ничем не соизмерима. То есть, турбовая машина есть турбовая машина. Сразу, сразу говорю всем, сразу. Эта машинка не для перевозки картошки, говна по полю. Эта машина для того, чтобы выделиться столб, сам вас подталкивает на такую динамику. Состояние донышка вы сами увидите, посмотрите, бирочки, бумажечки, все в идеальном состоянии. То есть, все, машинка готова встретить своего нового владельца. Донышко все готово просушено к обработке антикором. Добро пожаловать, всех ждем у нас на площадочке. Приходите, приезжайте на обслуживание. Чмокеры наши пропали куда-то, ну, я так, к слову. Вот, ну, пишите, а то, что там совсем я скучал уже. не пишет и абсолютно там куда-то как страусу голову в песок засунули. Я вас жду, напишите мне какого-нибудь говнеца хоть. А то совсем прям что-то тоскливо, тоскливо. Ладно, всем приятного просмотра. Я прям застрелю. Я все вырежу. Хотите не делать антикор? Я предлагаю вам погрузчик напрокат. Можно вот так возить, и он не будет ржаветь. я сначала что-то не понял погрузчик напрокат. Возить его на погрузчике прикольно. не скажите, какой у вас расход топлива? Ноль. ЭКО. тормози, говорю.